Я, конечно, был бы рад и хотелось бы уехать с города Магнитогорска. В действительности, некоторое количество людей валит с города Магнитогорска. Но, тем не менее, судя по тому, сколько расстояния я проехал, я проехал практически всю Россию. То есть я проехал с Владивостока до Санкт-Петербурга. Потом еще опустился, посмотрел, что такое центральная часть России, посмотрел Тамбов, Воронеж. Посмотрел Ростов, Краснодар, весь юг России. Даже заехал в Чечню и Дагестан. Ну, так вот, чтобы вы поняли, для меня несколько городов существует. Я никогда не поеду в Магнитогорск, из Магнитогорска в Москву. Дурацкий город, честно говоря. Магнитогорск круче город и все остальное. Я никуда не поеду в Санкт-Петербург. Я туда не поеду. Вот два города мне нравятся. Мне нравится Самара, мне нравится Владивосток. В остальном, я прекрасно понимаю, что наш город круче. Дороги у нас суперовские. Ну, Магнитогорский металлургический комбинат. Но, извините, если не Магнитогорский металлургический комбинат, мы, извините, не выиграли Вторую мировую войну. А так, каждый второй танк был из нашей стали. Извините, каждый третий снаряд из Магнитогорска. Будем жить, будем работать. Теперь возникает другой вопрос. Как нормально жить? Не хотелось бы мне жить с соседями. Я живу с соседями, но я понимаю, что мне важнее свой собственный дом. Свой собственный дом, как он делается. И вот мы приехали в строительную компанию Таурус, которая располагается за моей спиной. На улице Труда, 49А. Вот, и телефончик вы, в принципе, видите. С одной простой целью. Как для вас построить недорогой и качественный дом? Так вот, недорогие и качественные дома возводятся этой фирмой. Причем настолько недорогие, что придите сюда, посмотрите и сделайте замечательный вывод. Дело в чем заключается? Вокруг города Магнитогорска есть такая и очень большая кольцевая дорога. Стоит тут 10 километров. Практически как по Москве. Вот, в любом месте вы себе можете взять кусочек земли. Это все сейчас дается, никаких проблем нет. Постройте себе нормальный дом. Для начала. Если сильно захотите, можете себе дом построить в садах. Сады тоже попадают под дачную амнистию, и вы спокойно пропишетесь в городе Магнитогорске. Вот, если что-то не получается, то какие проблемы? Строите себе дом, копайте колодец, делайте канализацию. Удовольствие недорогое, по сути, в миллион рублей вы сделаете себе то, что... Где вы можете жить? И все будет у вас суперовски. Это миллион. Но мы начнем с другой цифры. Сколько стоит одноквартирный небольшой дом? Да, прошлый год нам подарил многое. Мы наконец-таки поняли, как купить себе правильный дом, чтобы не сгорать на ипотеке. Нам объяснили, что модульная конструкция круче шлакоблока, простоит дольше дерева, и ничего с ней не случится. Мало того, по цене однокомнатной квартиры вы можете купить себе дом, полностью независимый от того, чем мы занимаемся. То есть мы платим за все. А здесь вы не платите за воду, ни за электричество, а топитесь дровами. Кто не понял, объясню. Не самый крутой дом в каждый месяц тратит 7 тысяч на газ, 7 тысяч на электричество и столько же на уборку. Но если есть мозги, то это все собираете, и получается 21 тысяча. Так вот, с плюсом еще и еда, если вы все это делаете. Плюс кайф. И минус проблемы с соседями. Ну, грубо так, за 3 месяца правильной экономии можно смотаться отдохнуть в нормальную пятерку. Что, стало где-то сложно? Ну, так у нас и есть время. Данное домостроение, оно достаточно быстро возводимым считается. По объективным причинам. На фундамент возведения этого дома требуется всего 3 дня. Дальше, на возведение полов, стен и перекрытий требуется еще 2-3 недели. На стропильную систему требуется порядка недели. В общей сложности коробка дома поднимается за 1 месяц. Дальнейшие отделочные работы занимают большее количество времени, так как нужны правильные сроки выдержки всех тех или иных материалов, которые требуются для отделочной работы. То есть, если это шпаклевка, то надо, чтобы она высохла. Если это кафель, то надо, чтобы она приклеилась. В общей сложности дом, если под ключ, то в районе 3 месяцев. Это вполне реально и это по-настоящему так и есть. Полноценный, отдельно стоящий дом, жилой, для постоянного проживания, круглогодичного, по цене квартиры. Пусть не однокомнатные, но двухкомнатные. То есть... Это большой дом получается? Конечно, это большой дом. Я говорю, что если люди продают свою квартиру, и за эти деньги они приобретают себе дом и переезжают в отдельно стоящий дом, но уже с большей площадью, но с такой же стоимостью. Мы говорим про однокомнатную квартиру, 33 квадратных метра. Это, по сути, не так уж и дорого стоит. Это не 800 тысяч рублей, естественно, да? Можно продать квартиру и заехать в свой дом. В нормальный дом, без соседей, без всяких тараканов. Конечно, без соседей. Давайте переговорим о следующем вопросе. Дело в чем заключается? У людей возникают проблемы. Ипотека, кредиты и все остальное. Вы эти проблемы решаете? На сегодняшний день мы организовываем партнерские отношения с рядом банков по городу Мультогорску, которые дают возможность кредитовать физические лица. И тем самым люди освобождаются от ипотеки. Там достаточники объективные и приятные проценты, где, как говорится, очень быстро можно взять кредит и построить дом. Мы говорим о том, о тех людях, которые хотят свой дом, правильно? Да, то есть человек хочет построить свой дом, либо они продали квартиру, но им нужно добавить и быстро, оперативно оформить кредит. Можно прийти и у нас оставить заявочку, рассматривает ее банк в течение трех дней с минимальным пакетом документов с отличными процентами. А теперь давайте поговорим о другом. Кто-то рассказывает, что их дом может простоять 100 лет. Кто-то рассказывает, что 300 лет. Но по сути же это не есть правило. Как говорится, человек строит для себя и для нынешнего времени. То есть любой построившийся дом, он через 100 лет, и когда даже внуки будут в нем жить, внуки будут его перереконструировать, переделывать, что-то добавлять свое, а возможно даже и продадут. И не факт, что он останется в этой семье, этот дом. Так что он простоит 100 лет, это однозначно, но человек не проживет 100 лет, которые его строят. Так что в это особо не нужно вникать и не задаваться этой проблемой, что а сколько он простоит. Он простоит столько, сколько вы проживете в этом доме. И строить нужно дом для себя и в нынешнее время. По нынешним ценам экономически выгодно, где на те деньги сэкономив, вы потом можете съездить отдохнуть. Это правило. А вот еще правило. Помнится, мы вам рассказывали, показывали, как ваш пеноблок, вот тот самый, да? Мы его пытались расстрелять, да? По сути, нам показали мы следующее, да? Что шлакоблок, он разваливается после серьезного удара. Ваш пеноблок продолжает стоять. А давайте попробуем его спалить, если есть такая возможность. Сэндвич-панель. Да, давайте сэндвич-панель. Обозначу сэндвич-панель. Вот я хотел продемонстрировать. Данная сэндвич-панель, она традиционная, толщиной 174 мм. Фанера USB 3 категории производства. Эггер, либо Балдырая. Просто здесь аббревиатуры нет ее. И пенополистирол самозатухающий, 25 категории. То есть, это стандартный элемент сэндвич-панели. Хочу продемонстрировать ее пожарные качества. Много видеороликов в интернете, как люди делают мангал, жарят шашлыки. И тем самым спокойно она переносит тепловую нагрузку. Вот это газовая горелка. Ее температура подачи и жара 800 градусов. Мы демонстрируем то, что сам это не пенопласт. Это пенополистирол. Его свойство самозатухающее, самозатухание заключается в том, что вот я навожу на него пламя, оно просто само затухает. Само затухает. То есть, оно без поддержки открытого огня, оно автоматически затухает. И, соответственно, оно не горит. То есть, вот демонстрирую, что я его просто жгу. Сами понимаете, горелка 800 градусов. Все, он не горит. Что касается самой USB-фанеры, ну, мы можем полчаса сейчас пока поговорить. То есть, она будет принимать пламя огня и ей абсолютно ничего не будет. И подавно, что там пенополистиролу тоже ничего не будет. Это, сами видите, никаких выделений дыма, ни гари, ни запаха. Все. Она точно так же сейчас затухает, так как она обработана огнеупорным антисептиком. И, соответственно, пенополистирол. Он так же не подвергается открытому горению. Он идет самозатухающий. И, соответственно, так же экологически чистый, как и другие компоненты при строительстве дома. Вот так вот, давайте все-таки так и будем делать. Чтобы люди прекрасно понимали, да, что даже если что-то сгорит, ну, оно не будет так гореть. Вот это правило. По большому счету, горят ведь не стены. Горит сам элемент покрытия, который находится в доме. Говорю, это мебель, это шторы, это обои. Все, что угодно. Но не как стены дома. Стены дома, это уже, когда не успевают затушить, и, соответственно, уже все рушится и падает. Вот. И хочу также обознать, что это фанера USB. Она очень влагостойкая. То есть, мы сейчас продемонстрируем либо фото, либо видео. У нас в аквариуме плавает панель больше полугода. То есть, я только воду успеваю менять. Вода испаряется. А фанера, как была 12 миллиметров, так она и осталась. Так вот, самый правильный вариант, свой дом. Модульный, для перца из института или из армии. Я так понимаю, что они в раз покупают себе иномарки. Так вот, я бы так не сделал. И пункт номер два. Продав свою хату, за 4 месяца можно въехать в нормальный, крутой, качественный дом. С площадью на 50, может быть на 70 квадратов больший. Ну так как, а? А вот, кстати, цена вопроса. Однокомнатный коттедж в звездном из шлакоблока стоит столько же, сколько два двухэтажных дома и два гаража. Ну думайте, господа! В строительстве такого замечательного дома фирма Таурус принимала небольшое участие. Но как вам результат? И я бы подумал честно, что рано или поздно я приеду сюда. Да, я вот так вам все немножко объяснил, да, и показал, да. Потому что, если бы я делом-то занимался нормальным, я бы не жил там, не снимал квартиру. Представляете, да? 450 тысяч рублей. Это дело можно заработать. Если бы это дело было раньше, то естественным был бы результат. Я бы никогда не ходил, не снимал квартиры, не жил где-то, до работы бы я тоже бы не жил. 450 тысяч рублей, что это такое? Ну, по сути, три секунды дела. Вот. Ставите и живете. А потом уже потихонечку, когда у вас есть замечательная семья, вы пристраиваете еще домик. Когда появился первый ребенок, пристраиваете еще домик. То есть это каркасно-панельное строительство. Понимаете, да? Во всем мире так мы и живем. То есть люди понимают, о чем речь идет. И никто не собирается там проезжать. Да, есть люди, и они делают ипотеку под тамошние проценты. Тамошние проценты по ипотеке это всего там 3% годовых. 3% а не 13%. Нормально? Вот так вот. Причем тамошние дома не все такого качества. Понимаете? Я знаю. Вот. И вам бы хотелось это делать, но мы обойдемся без ипотеки. Просто построим себе нормальный дом, а потом каркасно пристроим себе остальные дома. Но где мы все это делать будем? А поработаем мы с фирмой Таурус, которая располагается здесь, на улице Труда, 49А. Ну и телефон вы тоже видите.